Перевод Евгении Халтуриной Свет Перевод Евгении Халтуриной 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 Приветствуем богиню Дургу. Благословенна ты, мать вселенной. Благослови моего говен до спокойной и долгой жизни. Богиня Дурга, я молюсь о том же самом. Благослови старшего принца дожить до моих лет. Эй, эй, что ты делаешь? Стой, послушай! Он такой умный. Он сам хочет отнести гирлянду своему любимому хозяину. Вы сегодня так быстро завершили молитву, няня? Потому что сегодня очень благоприятный день, Чантамане. Вот как. Я вдавила еще в детстве и с тех пор очень религиозно. Я всегда слежу за календарем, чтобы знать прогноз на следующий день. Но даже не представляю себе, что за особенный день сегодня. В твоем календаре не может быть никаких упоминаний об этом дне. О нем есть отпечаток лишь в моем сердце. Разве ты можешь это знать? Чантамане, сегодня день рождения старшего принца. Ваше Высочество, вы это слышали? Джамна. Иди в храм и помолись богине за Говинда. Мы все молимся за его здоровье. Как бы это ни было печально, дорогая княгиня, но хвост собаки никогда не сможет выпрямиться. Не говори так. Чантама не права, Джамна. Хоть я и приемная мать Говинда, однако я беспокоюсь о нем. Но правда в том, что молитвами не вылечишь сумасшедшего. Рамо, зачем ты надел на меня гирлянду? Я понял. Сегодня мой день рождения. Няня нарядила меня в новую одежду. Сегодня мой день рождения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй ты чокнутый! Ты хоть представляешь, как дорого эти птицы стоят? Я преподам тебе урок! Няня! Няня! Помоги мне! Няня! Никто тебе не поможет! Нет, младший хозяин! Сумасшедший! Нет! Нет! Остановитесь, хозяин! Не бейте его, хозяин! Вместо него излейте на меня свой гнев! Ты избаловала этого отвратительного безумца! Не бейте его сегодня! У него же день рождения! День рождения? Сегодня должен быть день его смерти! Отойди в сторону, няня! Неранжан, сынок! Не нужно так! Говин ведь твой старший брат! Старший брат! Да! Когда-нибудь он станет хозяином этого княжества! Это ваша мечта, господин министр, никогда не станет явью! Если вы на это надеетесь, то вы еще более сумасшедшие, чем он! Принц, выпей миндального молока! Ты совершенно прав! В том, что преподал урок этому чокнутому, Неранжан! Твое поведение с министром непозволительно! Но он... Сын мой! Ты родился в княжеской семье, но совершенно не сведущ в политике! Твой отец... Ты очень наивная! С помощью этого кнута я держу Виджайгах под контролем! Ни у кого не хватит смелости настраивать против Неранжан Протапсинха его отца! Сэр, вы напрасно утруждаете себя этими поездками в суд! Я сам могу позаботиться об этом? Я знаю, господин адвокат! Я просто хотел посмотреть, может ли кое-кто лгать под присягой и смотреть при этом мне в глаза! Как ему это удалось? Это дело уже выиграно! Останови! Что-то случилось! Кто-нибудь! Спасите моего ребенка! Мой ребенок! Мой ребенок! Сестра! Ты спасла моего малыша! Я у тебя в долгу! Я никогда не забуду, что ты для меня сделала! Добрый день, хозяин! Добрый день! Молодец, дочка! Ты героически спасла жизнь ребенка на моих глазах! Прими это в качестве награды! Возьми, дорогая! Простите меня, но я не участвовала в состязаниях, поэтому я не могу принять награду за победу! Я просто исполнила свой долг! До свидания! Кто эта девушка? Где она живет? Да кто ж ее знает? Она не из нашей деревни! Мы никогда ее раньше не видели! Одному богу известно, откуда она взялась! Спасла жизнь ребенка и уехала! Здравствуйте, господин министр! Приветствую! Вот книги! А вот деньги! Лакна и Джамал Ганш оплатили полностью! Но в Манханпуре совсем плохие дела! Почему? Что случилось? В прошлом году было наводнение, а в этом году их изнурила засуха! Печально! Бедняги измучены заботами! Они не могут уплатить налоги! Налоги взымаются без вопросов! Но они всегда платят вовремя! Они что, делают нам одолжение? Нет, младший хозяин! В этом году у них совсем не было дождей! Я не несу ответственность за это! Если они вспахали поле, они должны платить налог! Был дождь или не было дождя! Я думаю, им нужно дать немного времени! Господин министр, свое мнение! Держите при себе! Разве вы не сказали жителям деревни, что это был мой приказ? Я сказал, младший хозяин, но... Что но? Они ответили, мы беспомощны! Наши семьи голодают! Если младший хозяин не проявит милость, тогда мы пойдем жаловаться князю! Кто, че от возьми, посмел сказать такое? Кто, я спрашиваю? Мохан Синг! Кто это сказал? Господин, это был Кешаф! Хозяин, вы... Мерзавец! Ты осмелился пожаловаться моему отцу! Не платишь налог! Я сдеру с тебя кожу! Привяжи его к джипу! Умоляю! Простите! Простите меня! Я умоляю вас! Простите на этот раз моего мужа! Он больше не совершит такой ошибки! Младший хозяин... Я преподам ему урок! Пощадите его! Урок, который научит деревенчан платить вовремя налоги! Младший хозяин! Простите моего мужа! Младший хозяин! Младший хозяин! Простите моего мужа! Кто-нибудь, помогите ему! Хозяин! Кто ты такая? Я представляюсь только благородным людям! Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? За вас говорят ваши поступки! Тебе, очевидно, неизвестны последствия споров с младшим принцем Биджайгарха, Неранджаном Протапом Синхом! А вы, очевидно, не знаете, что проявляет жестокость тяжкий грех? И Гаори не потерпит этого! Девчонка! Ты не только оскорбила меня! Ты также вмешалась в дела землевладельца! Вы сейчас не только избили бедного крестьянина, но еще и поставили клеймо на свою семью, показав всем свою порочность! Замолчи! Вам должно быть стыдно! Благодаря этим крестьянам вы живете роскошной жизнью! Если вы станете их калечить, кто будет платить вам налоги? Кто будет относиться к вам как к хозяину? Не забывайте, что прошли те времена, когда жестокость решала судьбы людей! Сегодня вас уважают только в том случае, если и вы уважаете других! Считайтесь другими людьми! Уезжайте! Я очень хорошо знаю, как наказать за посреди качества крестьян! Но не в моих принципах драться с девчонками! Пойдемте, дядя! Гаури на самом деле бросила ему вызов! Она показала нам верный путь! Гаури! Дочка! Я здесь, папа! Что я слышал? Ты нарвалась на неприятности! Разве ты не знаешь, чем чревата ссора с хозяином? Разве только потому, что он младший хозяин, мы уже не люди? Какое он имеет право бить и пинать кишау? Бить? О, Боже! А я и не заметил! Кишаф, тебя так сильно избили! Что тут сказать? Я благодарен Господу за то, что он вовремя послал Гаури! Я удивляюсь, как вообще жив остался! Я приложила к его ранам сандаловую пасту! Да! Сейчас уже не так больно! Боль утихла! Вот обезболивающее! Принимайте дважды в день! И воздержитесь пару дней от работы в поле! Хорошо, дочка! До свидания! До свидания! Отлично, моя девочка! Ты уже почти врач! Я просто дочь такого мудреца, как ты, отец! Так, глядя на младшего хозяина, я определила, что он страдает каким-то психическим расстройством! Вот я и полечила его! Хозяин! Нужно приложить базилик! И омыть святой водой из ганги! Если вы только попробуете, мы тоже останемся в выигрыше! Тебе не идёт хмурить брови! А мерчант, вы говорите о том, что я хмурю брови, тогда как моё сердце пронзают стрелы! Не волнуйся, мой мальчик! Тот, кто тебя ранил, он же и вылечит! Вы не можете себе представить! Дочь простого врача публично оскорбила меня! Я ни на секунду не могу забыть это оскорбление! Мой принц, не стоит горячиться! Сядь! Давай, присядь! Иногда маленькое поражение оборачивается большой победой! Что это значит? Эти крестьяне, унижая вас, тем самым унижают всех нас! Мы... Мы все ваши рабы! Мы служим вам верой и правдой! Хозяин, мы выпили недопитый вами бутылку! Как чёртовы болваны вы посмели расслабиться, если ещё не решена его проблема! Мы отомстим за него! Священник знает там всех девчонок! Придурки! Вы знаете, что там все против меня! Принц! Ваша задача отдавать им распоряжение! А их дело наказывать ваших врагов! Но как? Послушайте меня, господин! Прекрасная Гаури часто ходит купаться к пруду! Золотая рыбка прямиком попадётся в наши сети! Я слышал, что ваша дочь всё ещё не вышла замуж! Не беспокойтесь! Я найду ей достойного жениха! Красивого парня! Что? Сидите прямо! Вау! Вон та в красном украла моё сердце! Я попрошу её отца сделать тебя её братом! Что? То есть её мужем! Устроишь его жизнь позже! Сначала выполним приказ младшего хозяина! Невелика забота! Мы всё сделаем, когда придёт Гаури! В тот момент, когда Гаури появится, я закрою ей рукой рот, чтобы не кричала! А я заверну ей руки, чтобы она не смогла вырваться! А я обеими руками охвачу её за талию! Эй! План мой! А схватишь её ты? Ну хорошо! Ты схватишь её, а я схвачу тебя! И тогда он не сможет сбежать от тебя, а она от него! Эй! Почему ты схватил меня за шею? Это же ты схватил меня! Нет! Это ты! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Превосходно! Раздеваете глазами деревенских девушек и мечтаете о том, что сделаете со мной? Гаури, я имел в виду... Я слышала, что ты имел в виду. А теперь смотри, что я имею в виду. Я не умею плавать! Помогите! Гаури, пожалуйста, прости нас! Мы больше не совершим подобной ошибки! Дядюшка, идите сюда! Иду! Это вам подарок от деревенских жителей. Побреемся? Не бойся, это я! Крепко обними меня, и тогда нас никто не увидит! Чинтамани может видеть даже сквозь стены! Пусть идет к черту эта вдовушка! Я никого не боюсь! У меня есть страх только перед твоим отцом! Если он нас с тобой увидит, я покойник! Поняла? Это я должна бояться! Ты сказал, что Рам твой друг! Увидев отца, он громко начнет тебя призывать? Это правда! В такой особенный день я подкупил его, дав ему 50 больших окапков бананов и сотню длинных стеблей сахарного тростника! Правда? Да! И после такой огромной взятки он не позволит не только твоему папе, но и папиному папе приблизиться ко мне! Это трое! Трое отцов? Три! Три отца? Горшки! Горшки? Да! Они выглядят, как три обезьяны! Три лиза блюда младшего хозяина! Куда вы трое направляетесь в горшках вместо шляп? Да он побрит на лысо! А это для тебя! Его череп тоже побрит? У них что, отцы умерли в один день? или у вас общий отец? Отвечайте мне! Бежим! 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 Отец! Отец! Простите нас, король слонов! Не бейте нас! Гаджарадж! Пощекотал плохих парней! Пойдем посмотрим! Хозяин! Что вы тут устроили? Пощадите, хозяин! Мы ваши верные рабы! Ваши слуги! Я это знаю! Чем это вы заняты? Что это на ваших шеях? Зачем вы побрели свои головы? Это не мы! Нас принудили! Она приказала нас побрить! Она подсоекает деревенских жителей, чтобы они не платили налоги! Кто она? Дочь доктора Маханпура! Гаури? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Тorzok Дима Торzok 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 Дима Торzok